Не знаю, у кого там британские крейсера унылые за рикошетов, если легкие крейсера, да это ББшные пилорамы, ну подумаешь, рикошеты проскакивают и хер с ними. Если тяжелые, так фугас заряди, чё ты ББшкой хуяришь. Не, ну конечно в прямой Бортина-то можно и ББшку сумнуть, чё нету-то? Ты на меня боковал что ли? Я Республика! Блин, ну это сейчас скажут какие-нибудь шутки злобные. Я ничего против вас не имею. Я вам, например, приоритетный сектор ПВО на другой борт поставил. Потому что я люблю самолётики и хочу, чтоб они жили. Живи! Лети! Чё-то он долго там, блять, летит, а посмотреть полноценно не могу. Как красиво, боже мой, он летит! Какой чудесный горящий пиксель! Вот бы они все так делали, взлетая с авианосца! Ну да ладно, мечты не более. Три эсминц под окном разделились. Подсвета вообще никакого нету. Давик ещё по тому флангу летает, но подсвечивать тех, кто стоит за островами, это, конечно, очень круто. Вот же чистая вода! Покужите мне врага! В итоге видят меня, а сейчас по мне из-за тех островов и начнут скидываться. Ладно, вон там уголь в топ, куда поплыли. Двигатель в форсированном режиме. Про чё я и говорю. Топ геймплей. Приплыл, встал под остров и стоит. Своей уберточностью попадает. Делаю прогноз, что вот эта слава от того острова уплывёт, ну, в лучшем случае, только в другую сторону. Блин, я пока доведусь. Он уже уйдёт, блин, с прострела. Встаёт он топовый, конечно, парень. Вышел, торпеды пожрал. Мы тундре в ПТЗе. Расшифровываем, что это бы значило. Зато вон в славу егается, нормально. В принципе, вся война на линкорах, она завязана на том, позволит ли вам сервер дамажить. Если позволит, ну, нагиб обычно обеспечен. А вот может и не позволить. Это потому, что выёбываться меньше надо. Вообще, хороший залп. Ну, конечно, татаделья одна, даже рикошет какой-то выцепили. Но залп хорошо туда летел. И если мы сейчас успеем ещё ему один туда же скинуть, то будет вообще загляденье. Ну-с. Пошёл я, как говорится, нахуй. Снова. Ну, не беда. Да не, в смысле не беда. Беда, вы чё там охерелись, что ли, блядь? Нашли, блядь, молодого. Ну, чё нам делать-то? Пусовать здесь на краю карты не имеет смысла. Потому что даже слава он от острова смогла отплыть. Законтрить здешний эсминец мы не можем. В атаку пойти мы не можем, потому что мы эсминец законтрить не можем. Пока один линкор хотя бы жив, мы тоже нихуя никуда пойти не можем. Порочный круг, блядь, опять. Ну, ещё поподжигайте меня, давайте. Мне ж делать нехуй, как погореть-то. Дорогу уже указали, куда идти, ещё теперь пожары кидаете. Ну, попробуем от края карты. Деваться некуда, потому что центр и так пустой. Мы на центр, если приплывём, нас там потопят эсминцы. Плюсавик. Это тоже забывать не стоит. Здесь, в принципе, тундру потопить реально. Она очень слабая по геймплейным соображениям. Другой вопрос, будет ли в неё урон регаться, это да. Но он прям не очень. Магами не страшно так же. Магами убить легко. Сейчас, короче, нужно, чтобы он пал на тундре. Вон, по 1450 критуем башенки. Туда нужны фугасы. Вот в чём дело. Туда нужны фугасы. А этих фугасов сейчас туда нету. Ну, потому что Сент-Луис, но он определённо не успевает справиться. Ещё этот Эдинбург, блядь. Зашёл бы, точку захватил, что ли, блядь. Всё, профит был бы. Мне туда нельзя идти. Потому умрём. Нас просто в прострелы возьмут и оттоварят. Ну, он вообще ему похуё. Он не стреляет, он гребёт куда-то, блядь. Пусть попотезирует. Блядь, да доверни ты, дурак. И на точку зайди. Очень сложно, понимаю. Вопрос на миллион. В чём проблема была Эдинбургу зайти на точку? Полиция Ирлески Аляски? Так он её уже давно сфейлил. Я вообще не уверен, что эта Аляска знает, что у неё есть Ирлеска. Там ещё за мной Миссури покалеченная какая-то, тусит. Блин, я сейчас просто вывалюсь один под фокус, и меня опять отмудохают. Опаньки. Вываливаемся. Вот это попадание сейчас мотивировало на атаку. Торпеды Магами никто не отменял. Ну, задемотивируют они нас, чё. Прямо под островом стоит. Я думал, он сместился. Нет, он прям под островом стоит. Прямо под островом, прямо под островом, прямо под островом стоит. Опять-таки, Миссури, Союз пошли в край карты. Неполадки устранены. Часит, куда он убёг, блядь. Надо его. Торпеды. Ну, конечно, я не рассчитывал наезжать на эти две торпеды, но... Раз смог он их пустить, то смог. Такой вариант мы всё равно предполагали, что одно нас задемотивирует, другое размотивирует. Так, это погибло. Это погибло. Нам просто точки надо стопать. Мои-то это нихуя не понимают? Им это, в принципе, не нужно. Чё, они вон в четыре корабля на край карты уплыли? У них всё хорошо. Я бы даже сказал, у них всё замечательно. Объясните мне, нахуя они атакуют край карты? Там нет никого. Вот просто там никого нет, они атакуют край карты. Какой в этом смысл? Я, если честно, не знаю. Но этому сквозники, конечно. Это мусковозники. Советский Союз вообще блаженен. Пока мы тут республику наводим. Я ему похую. Край карты воюет парень. Нормально. Ладно, выходим на центр. Нам надо вон сейчас Джорджи убивать. Здесь просто смысла нет. Они отступают. Мы их не прощемим. Это было очевидно давно. Нужно вот сюда залпы накидать. Шотников подобирать. И, глядишь, чё изменится в благополучную сторону. Опять-таки, нихера не точно. Всё очень сложно. Потому что четыре корабля тупо у нас выключены из бойца. Но, глядишь, чё будет. Если сейчас опять кому-то 30 тысяч залетело бы, блядь. Ну, священный праведный остров сказал не положено. А потом ещё и стрельба сказала, иди к пизду. Ну, сегодня чё-то нас все туда посылают. Ну, правда, не только туда. В другие места захаживаем. Так, сработала команда по нагибу. Надо теперь славу устранить. Но, чувствую, придётся стрелять он АФКшем в пизду. Славку. Нужно поднакинуть туда говнеца. Нужно просто смять этот фланг, иными словами. Чтобы эта хуйня больше никакая не маячила. Минус стволы. Хочешь быть минус стволом? Не хочешь. Но сейчас, походу, уже придётся в Амаге стрелять. Хотя, вот есть ещё один мореплаватель. Глядишь, чё светит. За торпедку-то бы отомстить бы. Того не простреливаем, да? Ебалка у кого-то треснула. Ты посмотри, чё происходит. Вот теперь можно и в АФКшера пострелять с чистой совестью. Чё нет-то? Вроде как бы он почил. Ну, здесь извольте. То самое ПТЗ. Мы же в борт стреляем кораблю. Я не гордый. Я приму это с совести. Сдаётся где-то Ютланд. Ютланд это опасно. Ютланд где-то здесь, на самом деле, елозит. Там за островцами. Просто пробитие. Я уже думал, может какая-нибудь цитадель там вылетит. Чем чёрт-то не шутит-то? Всё-таки игра про уничтожение кораблей. Обратите внимание на него. Но я просто... Вот знаете, вот как можно не бомбить? Вот объясните мне, если у вас команда вся из таких будет. Эти хотя бы хрен с ним. Плывут куда-то в край карты. Но они хоть как-то вперёд движутся. То есть, ну, можно их понять. Они типа в игру играют. Советский Союз с его-то дальностью стрельбы. Он там... Он, блядь, ещё уплывает. Понимаете? То есть, как бы, это вообще охеренно. Просто охеретительно. Ну, Ютланда мы знали, что он где-то рядом. Поэтому это нормально, что он нас сейчас тут пытается пенетрировать. Но ни херашеньки у него это не вышло. А там синдромный... Синдромный, сука! Не смог синдромного добрать его с ПМК Сент-Луису. Ухерачил. Я даже думаю, можно фугаса зарядить. Хотя и ББшка неплоха сама по себе. Но можно и фугасиком шиндорахнуть. Мне нужно, чтобы он по мне стрелял. И я его туда с радостью доберу. Допустим, вот так вот сделаем. Будет стрелять, не будет. Там даже Миссури РЛС-очку включил. Ох, бляха-муха. Пул тыхнулся. Хороший боец. Но это Республика. Республика, она прекрасна. Другое дело, что нам там после сейчас на ведро садиться. Вот здесь, конечно, матой польются в негативном ключе. На Республику сложно гнать. Ее, конечно, как и любой линкор рандомит. Но это шикарная Баркасина. Очень сильно... Ну не то, что очень сильно. Он тоже играл от края карты. Он просто потом шел по этому краю, атаковал. Я вахую над вот этим вот просто. Вот они вдвоем. Это тот Эдинбург, который просто по прямой плывет. Да я что? Я атакую, блядь! Он слепой, что ли, или что? И этот Советский Союз, который скоро станет Кремлем. И мне вот от этого реально страшно. А бой сам хороший. Нормально.